Председатель кабинета министров Чувашии сегодня проинспектировал ход строительства Центра развития Маунтинбайка. Его открытие намечено на следующий год. Уложатся ли подрядчики в эти сроки, какие проблемы у них возникают, узнал бы коллега Дмитрий Ковалев. Пока позволяет погода, у будущего Центра Маунтинбайка начали обустраивать площадки для парковки машин. На счету подрядчиков каждый час работу необходимо завершить до снегопадов. Тротуары и проезды к Центру планируют проложить в следующем году. Здесь уже завершают обустройство кровли, монтаж окон и инженерных сетей. Но подрядчики все же выбиваются из намеченного графика, забуксовали отделочные работы. Их возможно возобновить только после подачи тепла. Пять дней сейчас на оформление документации, пять дней на подачу, все. Надо помочь им тоже. Поможем, документацию дадут, поможем, продвинемся. Тепло на строительную площадку должны подать до конца этой недели, отметил Иван Моторин. Необходимо ускорить работы по отделке фасада. Хотели, по-моему, еще летом все закрыть и договорились, так скажем, что внутренние останутся. Будем смотреть по уточнению бюджета. Что-то посадчики подвели нас немножко, конечно. Немножко, конечно. Мы сильно подвели. Мы вот в прошлый раз и сюда приглашали, и сегодня вроде приглашали. Что-то подводят они нас. Деньги не платят еще. Деньги они еще не отработали, те, которые мы им дали еще. Надо догонять на объекты. Что так не будет? Завозить мебель и устанавливать необходимые тренажеры здесь планируют начать уже в этом году. Для спортсменов в будущем центре обустраивают современную велотрассу, бассейны, спортивный зал и комнаты отдыха. В течение месяца мы покрасочные работы тоже все завершаем. Все оборудование установлено. По вентиляции все оборудование у нас завезено, установлено. То есть у вентиляционщиков там работы, может быть, осталось на 2-3 недели, это максимум тоже. С финансированием у подрядчиков проблем не возникает. Только в этом году на строительство центра маунтинбайка из бюджета было выделено более 75 миллионов рублей. Отделочная работа практически мы должны завершить до конца этого года. И вообще, по словам строителей, строители обещают, что достроят, и что мы переедем к лету следующего года. На этот центр спортсмены возлагают большие надежды. Возможности для тренировок в таких условиях есть далеко не в каждом регионе. Новая база даст импульс развитию велоспорта в республике и подготовке чемпионов. Медриковалев и Игорь Зверев. Республика.